Чем этот код хорош, то мы можем теперь вместо TorchOptim SGD подставить любой другой оптимизатор, например, Adam или R-PROP или RMS-PROP или что угодно другое с любыми параметрами и посмотреть, как изменится наша сходимость. Если мы хотим визуализировать то, что у нас получается вследствие градиентного спуска, мы можем попробовать нарисовать график линий уровня функции, который мы оптимизируем. В нашем случае это будут круги, это линии, на которых функция имеет одно и то же значение. И красными точками отметим некоторую траекторию движения X, то есть траекторию нашей переменной X, которая проходит в процессе градиентного спуска. И мы начинали с начального приближения в точке 8.8. Мы видим, что у нас градиентный спуск спускается действительно в минимум функции, в точку 0.0, там где функция равняется 0. И интересно посмотреть, как быстро происходит уменьшение функции потерь, вот той функции, которую мы оптимизируем. Оказывается, что уменьшение происходит экспоненциально. То есть вот этот график, на котором мы отметили значение функции на разных шагах градиентного спуска, от нулевого шага до пятисотого, имеет вид экспонента. Мы можем в этом убедиться, если мы прологарифмируем шкалу Y. То есть если мы возьмем от Y логарифм, получится, что наш график превращается в прямой. Это значит, что изначально там было что-то в виде E в степени X. И это интересное свойство градиентного спуска на квадратичных функциях, что он довольно быстро сходится по экспоненциальному закону. Возьмем более сложную функцию. Линии уровня представлены на графике. Для того, чтобы ее реализовать, мне пришлось это сделать и в PyTorch, и в NumPy. NumPy-овская реализация нужна была для визуализации линии уровня, а PyTorch нужна была, собственно, чтобы передавать эту функцию внутрь градиентного спуска. Если мы применим наш градиентный спуск на этой функции, то увидим немножко другой характер оптимизации.